Ситуация с газом сложная, нужно готовиться к непростой зиме, предупреждают областные власти. В прошлом году область потребила полтора миллиарда кубометров газа. По отношению к 2012 году сэкономили чуть больше 12%. В этом году поставлена задача снизить потребление еще на 10%. Как будем экономить, рассказал на брифинге заместитель председателя облгосадминистрации Петр Гончарук. Говорят, задача стоит не сделать зимой температуру в квартирах и бюджетных заведениях ниже, а заняться энергосбережением. Из 600 котелин области 175 работают на угле и 34 на пилетах. Так что в первую очередь займутся качеством закупаемого угля, проведут энергоаудит и назначат персонально ответственных за энергоэффективность. Пердянск уже подготовил программу электронного учета потребителей, контролирующую потребление газа, воды, электричества и тепла. За два месяца рассчитывают получить конкретные предложения по экономии энергоресурсов, причем не за деньги, а в основном за счет организационных мероприятий. Экономить ресурсы предлагают и населению. Там, где хозяева, сами жители. Это проверить дома, подъезды, окна, двери, крыши, подвалы, где есть утечка тепла. Это первое. Напоминаю, что порядка 80% тепла из жилых домов уходит через форточки, окна, двери и подъезды. Есть сегодня масса примеров, что, как он называется, ИТП ставится в девятиэтажном доме, индивидуальный учет тепла, пункт индивидуального учета тепла. То уменьшается потребление тепла в два раза. Сейчас разрабатывают положение по кредитованию и финансированию домов с обществами совладельцев. Будущее коммунальной сферы видят в ОСМД. По-другому, вряд ли удастся решить массу существующих проблем, в том числе и по энергосбережению. Уже с первого сентября по дворам пойдут агитаторы за эту форму управления. На их обучение и разъяснительную литературу уже выделили 120 тысяч гривен.